Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мы с любимым мужчиной вместе 3 года, нам по 30 лет. Каждый день вместе он очень любит, заботится обо мне, встречает все проблемы, защищает меня. Мы очень любим и заботимся друг о друге, но вместе не живём. Мы живём по отдельности с родителями. У нас ребёнок, но не от него. Надо начать, что ребёнок у вас. Мы из армянской семьи. Недавно мы надумали, что хотим ребёнка. Вот эта новость, я пришёл к родителям, чтобы их обрадовать, но реакция была обратной. А родители сказали, что нам не нужна такая невестка. Сему виной, что я не такая, какую они хотят для сына, плюс злые языки. Мы как-то познакомились с его родителями, но больше не встречалась. А у них в семье принято жить всем вместе, отмечать все праздники вместе и вообще очень ценные родственные связи. И когда сын находит жену, она становится в прямом смысле дочерью для его родителей. И живёт теперь в их семье, в их доме. Но я сказала, что... Это не серьёзно, переезжать с ребёнком, если мы пойдём жить к нему в квартиру, где живут помимо этого родители и родные братцы своей женой. Куда ещё мы с ребёнком? Мы любимые это понимают. Родители хотят ему такую же жену, как старшего брата, который готовит для всей семьи, стирает, убирает, красок кратит волосы мамы, ходит с ней по магазинам. Во мне хозяйка пока ещё спит. Мой любимый никогда ничего не говорил по этому поводу. Говорит, что его всё устраивает во мне, что очень любит меня. Он говорил, что не раз заводил разговор, и каждый раз тщетно. Ему звонили в сороковник, и говорили о том, что ты будешь счастливым. Но обсуждали это не раз, и ругались из-за этого. Потом решили, не будем поднимать эту тему, просто возьмём время, чтобы всё успокоилось. Прошло пару месяцев, и ситуация накалалась. Он сказал, что не будет выбирать между мной и семьёй. У его мамы больное сердце, и он сказал, что если из-за него с ней что-то случится, он себе не простит. Сказал, что никого на динаме он выбирать не будет, и не может, а просто уедет. Так случилось. После очередного вечера он ушёл домой. Позвонив утром, попросил выйти поговорить. Я сказал, скажи сейчас по телефону. Он и сказал, что очень любит меня, но больше не может так, и хочет всё закончить. Все отношения, что ему нужно время, если обсуждено, мы будем вместе, и уехал в другой город. На месяц или два. Идёт пятый день, я отхожу с ума, целыми днями плачу. Помогите советам. Ситуация здесь следующая. Во-первых, мы, как психологи, советов не даём. Психологи не занимаются тем, что дают совет. Дают советы другие люди, не психологи. Поэтому, если вы обратились за советом, то я боюсь, что вы здесь несколько прогадали, потому что совета от нас, по крайней мере, вы не получите. Кроме того, на мой взгляд, вы сами в глубине души знаете ответ на вопрос свой. Вы знаете. Всё. Но вы не принимаете. То есть, вы... Как вам сказать? Вы игнорируете. Вы избегаете этого. Ну, пасыть. Вот. К сожалению. В этом случае... Да? Ну, в случае, если вы избегаете, то вы просто отказываетесь принимать реалность. Вот. Значит, на что я хочу обратить внимание. Первое. В том, как вы описываете своего мужчину. Вот. Есть такое ощущение, по крайней мере, у меня. есть такое ощущение, что он вам нужен. Потому что вот он вас защищает, заботится, березёт, ну, березёт вас, как вы говорите, и так далее. То есть, есть ощущение, что он вам нужен для этого. То есть, есть ощущение, что вы в нём вот именно, ну, ставитесь, как бы. Вот. Есть такое ощущение, и если это так, то, ну, автоматически, как бы вы становитесь зависимы от нему. То есть, вы прям вот становитесь зависимы от человека. в этом, в этом смысле слова. Ну, через чуру привязаны к нему, скажем так. Ну, ну, понятно, понятно, наверное, что хорошего в этом, ну, ничего нет. Да. Да. То есть, ничего нет хорошего в том, что вы вот нуждаете в защите, ничего нет хорошего в том, в том числе, так вот вы как-то вот себя, ну, несколько обесцениваете, как будто, вот. И тем самым, да, опять же, тем самым, вы ставите себя в более, ну, более такое уязвимое, я бы сказал, положение. Вот. К сожалению. Потому что, потому что, вот, плачете вы от чего? От потери, плачете вы от чего? От того, что вам больно? Вот. Вам больно, судя по тому, что я могу видеть, но могу видеть, эффектно, эффектно, вам больно, что вы не вместе. Вот. Притом, что он говорит, что уедет, да, и вы, как будто бы, не воспринимаете его слова, всерьез. Как будто бы. Это тоже, такой, серьёзный момент, что человек вам, по сути, прямым текстом говорит, вот, как он хочет, да, человек, по сути, прямым текстом говорит, как будет, вы, как будто бы это всё, это всё игнорируете, как будто бы вы его не слышите ровно до тех пор, пока он реально этого не делает. Вот. Дальше. Дальше. Вам придётся выбирать, потому что в культуре, вот, ну, в культуре мужчины, да, скажем так, ну, вот, довольно сильные, значит, традиции, вот, и, действительно, для него это очень сильный конфликт, ну, я имею ввиду психоэмоциональный конфликт, вот, действительно, вот, очень, ну, тяжело, очень, сложно, сделать, выбор, какой-то, вот, то есть, ваша задача, ваша задача, заключается в том, чтобы, вот, спросить себе, спросить себе, готовы ли вы, выбрать, готовы ли вы выбрать, может ли вы выбрать, вот, то есть, это, такой, такой момент, а дальше, дальше, уже, ну, смотрите, смотрите, сами, что это на того, или нет, вот, если стоит, то, как, ну, то есть, опять же, какой, ну, какой ценой, вот, понимаете, 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 поэтому, тут, тут, вот, такой, есть очень, важный, момент, как, как мне видится, по крайней мере, то, что я мог бы вам сказать, сейчас, ну, с точки зрения, психологии, да, с точки зрения, психотерапии, и так далее, на этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен, за, обратную связь, по моему ответу, это, позволит вам, начать, над собой работу, желаю вам, всего самого, доброго, удачи, обращайтесь. До встречи.